Ни для кого не секрет, что рынок труда сейчас испытывает кадровый голод. Сегодня все отчетливее звучат новые запросы сотрудников. Все хотят хорошего отношения и достойных условий. Предприятия ведут активную борьбу за соискателей, однако не все выбирают правильную стратегию. К сожалению, можно констатировать, что чудес на рынке труда нет и в ближайшее время не будет. С той точки зрения, что почти все отрасли в той или иной мере дефицитные. Конечно, очень многое зависит больше, наверное, не от отрасли, а от репутации компании на рынке труда, от ее развития бренда, работодателя и от тех условий, которые они предлагают своим специалистам. И это не всегда только зарплатные условия. Это и социальные пакеты, возможности роста, развития, или в том числе вызовы и задачи, которые они ставят перед сотрудниками. Кадровая ситуация по большей мере зависит от энтузиазма компаний и активной работы HR-специалистов. Однако и люди, нуждающиеся в профессии, играют роль в обстановке на рынке труда. Активный поиск работы среди населения давно ушел на задний план. Людям надо, чтобы вакансия искала их сама. Но соискатель был избалован на сегодняшний день. Он теперь идет не только в кадровые компании, в кадровые агентства. Он, собственно говоря, особо и не ищет работу. Он ее посматривает, где интереснее. И тут ему на глаза фактически попадаются и социальные сети, и мессенджеры. И это может быть оффлайн-каналы. Он может ехать в общественном транспорте и случайно увидеть объявление и, допустим, сказать своему родственнику, что он видел какую-то вакансию. То есть на сегодняшний день вакансия – это фактически товар, который нужно продвигать так же, как услугу или товар для потребителя. Выходит, что теперь вакансии продаются. Сегодня рекрутеры вынуждены идти в ногу со временем, а значит, изучать не только HR-сферу, но и маркетинг. А как сейчас продают такой товар, как вакантное место, рассказали сотрудники группы компаний-производителя сантехники и мебели для ванной комнаты. Стандартные – это интернет-сети, телеграм-каналы, таргетированная реклама. Вы знаете, даже, так как у нас, я сказала, группа компаний, у нас торгово-производственные вакансии. И для масс-подбора мы также используем даже газеты, листовки, баннеры. Ну, в общем, все возможные способы. Заинтересованные HR-специалисты постоянно стремятся к необычным подходам и способам привлечения кадров. Деловая встреча стала отличной площадкой для поиска новых решений. Обнинские рекрутеры с интересом проявляли свою активность, участвуя в дискуссии и отвечая на вопросы викторины от организаторов. Приятным дополнением стали призы за верные ответы. Анастасия Леонова, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ.